Доброе утро! Мы начнем наш круглый стол. Хочу представить тех людей, которые будут в нем участвовать. Естественно, что большинство из этих людей вам уже известны, но тем не менее, выполним формальность и представлю Сергей Крючников, Олег Шалев, Ирина Курис, Геннадий Бревде и Игорь Берхин. Люди все достаточно известные, так что прошу любить и не жаловать. Полюбите нас! И пожалуйста! Ну что, говоря о тех играх, тех сценариях, тех мифах, внутри которых мы существуем, хотелось бы мне сделать некое такое введение перед круглым столом. Как вообще мы формируемся? Как мы формируемся в контексте этого мифологического программирования? Здесь можно нарисовать такую картинку. Значит, вот шкала времени, вот рождается человек, табула раса. Ничего не записано, ничего не запрограммировано, хотя здесь можно поспорить и сказать, что есть, конечно, некие перинатальные предпосылки. Может быть, кто-то скажет, что есть какие-то кармические предпосылки, которые обуславливают дальнейшую жизнь. Но, тем не менее, человек начинает развиваться в течение времени, и так или иначе человек сталкивается с различными мифами, внутри которых он живет. Это могут быть мифы внутрисемейные, могут быть мифы персональные, могут мифы социальные. И, по мере того, что человек возрастеет, он сталкивается с тем, как его обуславливают сначала родители, а потом, возможно, если человек в детском саду, находятся, то, возможно, друзья в детском саду и воспитатели, дальше пишут детский сад. Ну, как пример. Дальше школа. Дальше кому повезет в институт. Дальше работа. Дальше собственное окружение, друзья, например. И так далее, и так далее. То есть, человек в течение своей жизни сталкивается с различными слоями окружения, и каждый этот слой окружения человек каким-то образом воспитывает, программирует. И на протяжении всей жизни, помимо тех людей, которые влияют на человека в той или иной степени, на человека еще влияют средства массовой информации, все, что касается культуры, будь то религии и так далее, и так далее. В какой-то момент своего становления человек задается вопросом, а где за всем вот этим я, где я сам, и что я есть? Я есть те маски, те роли, те игры, с которыми я уже вроде бы так сроднился, или я есть что-то еще? Есть ли смысл пересматривать эти роли? Есть ли смысл научиться менять маски? И менять маски более эффективно, исходя из текущей ситуации? Мне здесь хотелось бы еще сказать о том, что, опять же, сейчас, может быть, я нарвусь на критику, но в психологическом сообществе я сталкиваюсь с некой, на мой взгляд, спекуляцией относительно поиска собственного я, или некого такого истинного я. То есть термин, наверное, слышали, да? То есть надо найти себя, надо найти истинное я. Я считаю, что что мы можем найти во время наших личностных или духовных поисков? Мы можем найти только какую-то из идентификаций и привязаться к самым оптимальным идентификациям, которые ведут нас в сторону достижения успеха. Но, по большому счету, когда речь идет о поисках какого-то я, искать можно, найти нельзя. То есть мы не можем найти не только собственное истинное я, мы не можем найти сознание, в котором все это находится. То есть ум есть, искать можно, найти нельзя. Но, опять же, с точки зрения психологии, вроде бы как можно, с точки зрения духовных практик, особенно близких мне, найти нельзя. Так что на тему того, какие мы маски, роли, мифы используем, можно сегодня и поговорить. Насчет того, можно ли это найти. Ну что, кто первый? Ну хорошо, ты зарядил. Давай, Герман. Слушай, очень хорошо. Вот Герман, ну, влезет, да, вот круглый стол иногда, да, бывает, когда один что-то сказал, другой что-то сказал, первый не услышал второго, третий там тоже, да. Вот сейчас тот заряд, который ты впустил сюда, да, он не позволяет тебя не услышать с тобой как-то, потому что то, что ты говоришь, это включает уже в себя вот этот корень противоречия, да. На то он и круглый стол, чтобы, да, чтобы что-то обсудить, как-то возразить, как-то сказать что-то, что связано с каким-то твоим опытом, да, моим опытом работы в этом. Вот, и поэтому вот искать можно, найти нельзя вот этот, да. Или готов это обосновать. Нет, я понимаю, что ты готов это обосновать, да, но тогда если мы, ну, давайте начну немножко с другого. Какому, с каким бы вопросом ко мне не обращались, да, и что бы я ни делал, я всегда за решением этого вопроса я задаю, как бы, проблему субъекта. То есть о чем это, да, то, что ты говорил. Получаются или не получаются какие-то взаимодействия, получается или не получается какая-то деятельность, да. Сразу же задается вопрос о субъекте этих взаимодействий или о субъекте этой деятельности. Да, я не могу разрезать хлеб. Почему? Да потому что ножа нет, да. Я не могу войти. Да, или тупой, да, или поломался. Я не могу войти в эту ситуацию, я не могу быть в ней успешен, потому что нет меня. Нет меня такого, который бы решил ту задачу, которую ставит жизнь. Ставить вопрос так, что искать можно, найти нельзя, но если я не найду себя здесь, да, я не решу эту задачу. Поэтому... Вопрос, что ты находишь, находишь какой-то из идентификации. Ну вот, смотри, значит, дело в том, что как... Ну, это не лично я, да, я продолжаю тут, что я нахожу, да. Я нахожу две вещи. Первая – это целостность человека, то есть его сборку, вот как Сергей об этом тоже говорил сегодня на своем докладе, да. Мы собираем человека из всего, что в нем есть, да. Потому что в каком-то... В какой-то этап, да, вот ты вот много говорил о, там, деятельности, да, но на каком-то этапе развития человека человек представляет собой некий набор. То есть если бы, мы могли сказать, разобрали, почистили, сложили, нифига, не разобрали, там нечего разбирать, там просто набор. И вот когда человек понимает, что входит в этот набор, да, он уже понимает, каково место каждой из частей в этом наборе, и этот набор сам начинает собираться или интегрироваться, да. И когда мы собрали все, что в нас есть, всю глубину бессознательного, да, все наши ресурсы, да, все наши таланты, когда мы даже собрали то, что мы до этого считали какими-то недостатками, да, потому что мы поняли, зачем они в нашей жизни, что они делают, тогда речь идет уже о некоем целостном субъекте, да. И стержнем этого целостного субъекта является то, о чем говорил Франкл, и о чем сейчас вопросы ставятся ребрами, это смысл, жизненный смысл этого субъекта. Вот эти вот, можно, ты можешь говорить, да, искать, не найти, да, но, но, да. А как можно осуществлять что-то, не имея смысла этого осуществления, да, и как можно осуществлять что-то, не имея субъекта этого осуществления, да, никак. Да, поэтому все, что я делаю, можно или нельзя найти, я не знаю, но все, что мы делаем, это мы ищем, находим эту вот сборку, то есть этого целостного субъекта, и мы ищем и находим смысл этого целостного субъекта. И вот эти вот те две компоненты, за которые я, так сказать, голосую двумя руками, и чем я занимаюсь. И когда мы уже нашли и то, и другое, мы уже движемся дальше по жизни, решая эти задачи, осуществляя себя, играя себя. Потому что можно вспомнить Станиславского, можно себя на сцене представлять, это может быть доклад роли, это может быть мастерский наиврюш, это может быть непосредственное переживание. А это можно шагнуть дальше со Станиславского уже в Гротовского, который задает вопрос, а где я в этом всё? Собственно говоря, Гротовский, будучи великим учеником, великого учителя, он посмотрел на его систему и говорит, а где тот актёр? Да, он живёт на сцене не как актёр Иванов, а как Гамлет, но где же сам актёр? И тогда мы уже можем осуществлять себя, да, экстраполируя эти театральные представления на сцену жизни, мы можем уже осуществлять себя. Искали, нашли, можно, нельзя, но. Вот имея вот эти две компоненты, мы осуществляем себя. Так я это вижу, и так я это делаю. Прав я или не прав, ну, я не знаю, можете самому воспользоваться. Потому что у каждого своя глюцинация. Ну да. Хорошо, а у кого ещё какие мнения на этот счёт? Я могу попробовать размышлять. Но я бы так сказал, что искать можно, и, наверное, до конца найти нельзя. Потому что что такое окончательное решение вопроса «кто я?» Это уже выход на уровень «я есть, вот тот, кто я есть». Это пара нирвана, это, так сказать, состояние высшего озарения. И это полное завершение какого-то жизненного цикла, когда человек, если говорить о его самореализации на внешнем плане, то этот человек уже подвёл итог, он состоялся, ему потомки там подвели, так сказать, итог и сказали, кто он есть. А пока мы живём, ну как вот можно какой-то итог себе подвести? То есть это человек есть процесс в каком-то смысле. Но можно двигаться в направлении, с одной стороны, раскрытия вот этого глубинного «я», трансперсонального, духовного, высшего «я», то есть через систему практик, через систему гармонизации жизни. С другой стороны, необходимо искать себя в этом мире, а это значит нахождение себя в неком жизненном творчестве, в неком, так сказать, пространстве общения с другими людьми. То есть человек находит себя среди людей, находит свою группу, находит своё призвание. И максимально во внешнем плане надо опять-таки делать то, что говорил нам Христос, он говорил нам, надо не зарывать свои таланты. Что от нас хочет высшее «я»? Чтобы мы реализовались и максимально раскрыли свои таланты, способности. И вписали их в то, что есть. Может быть, оно и не очень позитивное сейчас, и много шелухи, и много проблем. И вот это вот СМИ, о котором Герман как раз говорил, ведь никогда не было в истории человечества такого фактора, когда управляемая виртуальная реальность была столь сильна. Когда можно программировать, зомбировать людей, внушать им любые идеи, заставлять их потреблять, приобретать то или иное товар или вышвугу, или стравливать народы друг с другом, такого не было раньше. И с этим надо тоже что-то делать. То есть этой виртуальности надо противопоставить или свою более высокую виртуальность, но я бы предпочел говорить реальность, чтобы выдержать всё это, необходима определённая стойкость, определённая сила. Но здесь ведь речь идёт не в том, чтобы отстаивать своё точечное застывшее «я». Не могу поступиться принципами. Чтобы это была гибкая, так сказать, система. Но тем не менее, чтобы… Вот если сравнить нашу жизнь, вернее, вот это коллективное бессознательное с океаном, то индивидуальный человек – это река текущая или ручеёк, текущий в океане. Вот с одной стороны часть океана. Но если мы его вообще, так сказать, нивелируем, растворимся, мы тогда уже не будем присутствовать здесь и теперь, или туда уйдём. Или это будет нивиляция на уровне толпы, а надо сохранить свой «я» свою индивидуальность, свой ручеёк тоже необходим, его целостность, его гармонию отстоять. Поэтому вот познавать можно и нужно. До конца мы всё равно не обретём это. Трудно определить этот критерий истины. Но, наверное, критерием истины является, с одной стороны, внутреннее всё-таки человеческое благополучие ощущения счастья. С другой стороны, ну какая-то его внешняя реализованность. Надо чем-то подтвердить, что это есть. Если эти критерии достаточно простые, вот они как-то работают, то можно говорить о том, что человек приближается к самому себе. Приближается. Он как-то, ну вот, своё «я» всё-таки находит, он из тех масок подбирает такие, которые соответствуют его индивидуальности. Ложные маски сбрасывают себя. Вот я бы что-то так сказал. Что-то такое. Окей. Так, Герман, утверждение твоё искать можно, найти нельзя, сразу вызывает как-то это самое… Здесь уже возникают нелинейные логики. Напряжение в разных частях тела, вот, в том числе в голове. И там мышцы. Самая большая. Действительно, во многих личностных теориях некой сердцевиной обозначается, опять же, некое истинное «я», которое вроде как есть, а ты говоришь, что вроде как и нет. Приеси мне его. У меня есть такое предположение, что когда человек ищет вот эту свою сердцевину, пытается туда попасть с чьей-то помощью, самостоятельно, вот, в рамках каких-то учений, течений, практик, он может, в конце концов, найти одну интересную вещь. Он может найти ничто, о котором ты говоришь. Вот. Но, если он туда проникает и находит, то ведь он нашел. А если, смотри, мысль о пустоте и рассуждение о пустоте не является самой пустотой? Я согласен, но, тем не менее, искать можно и найти нельзя, здесь вызывает у меня уже вопрос. То есть, он нашел. Он нашел, что там ничего нет. Нет у этого истинного «я», а есть там некая пустота, из которой все рождается, да. То есть, получается, что поиск, он имеет смысл, он может привести к некой такой парадоксальной ситуации, что он ничего не нашел, но он это и нашел ничего. И вот с этим ничего что-то надо делать дальше. С этой потенциальностью. Да, вот с этой потенциальностью. Потому что, когда человек обнаруживает, что в сердцевине его «я» пустота, или некое ничто, то вот как с этим дальше быть? Куда с этим двигаться? Вот, собственно, по этому поводу мне хотелось бы такую короткую иллюстрацию, иллюстрацию поиска предложить. У нас есть то, чем мы как бы владеем. То есть, есть «я», который чем-то владеет. Например, у меня есть тело, но я не есть тело. У меня есть каналы восприятия. Зрение, слух, осязание, обоняние. Но я не есть зрение. Оно у меня есть. То есть, есть некое «я», которому это принадлежит. Но я не могу ни одним своим каналом восприятия отрефлексировать собственное существование. То есть, я не могу увидеть того, кто видит. Я не могу услышать слышащего. Я не могу понюхать нюхающего. Я не могу помыслить мыслящего. То есть, получается так, что я же вроде как есть. Я вроде как-то себя идентифицирую. При этом ни одним каналом восприятия не могу отрефлексировать то, что я существую. И здесь еще один момент. Если посмотреть сейчас на вот эту вот идею, которую я двигаю в массы, с точки зрения теории систем, квантовой физики и астрофизики, можно сказать, что есть непрерывный, единый пространство-временной континул. Пространство и времени иммуненно присущи сознанию. То есть, есть нераздельность пространства, времени и сознания. Из теории систем известно, что если нам необходимо описать систему, то невозможно описать систему, не выйдя за ее пределы. Мы не можем выйти за пределы пространства, времени и сознания. Мы можем изменить сознание, Но выйти за пределы непрерывного сознания, выйти за пределы пространства временного континуума, частью которого является сознание, мы не можем. Следовательно, мы можем что угодно искать, но мы будем находить всего лишь какие-то концепции, какие-то удобные для нас привязки. И дальше, как это делает наука? Оперировать моделями. Теми или иными моделями, теми моделями, которые для нас удобны. — Тут у меня вспоминается еще одна вещь, вот на то, что ты говоришь. Действительно, систему, чтобы описать, надо на нее посмотреть снаружи. — Мы не можем выйти за пределы этой системы. — Но в той же антропологии есть представление о том, что систему можно описывать в бояках. Есть способ описания ее снаружи, с точки зрения нашего культурного, социального и прочего представления. И мы описываем кого-то, наблюдая со стороны, это просто. А есть вариант, когда система описывается изнутри, когда человек погружается в этот культурный слой, разделяет его какие-то взгляды и воспринимает так, как часть этой системы. — Такое фрагментарное описание, оно никогда не заменит саму систему. — Гер, тут, по-моему, возникает такое лукавство, когда мы начинаем вроде путать обозначаемое и обозначающее. Для того, чтобы обозначить вот это обозначаемое, нам нужны какие-то означающие. Об этом Юнг сказал совершенно четко, что есть символы как означающие, которые не обозначают, а только указывают, кому можно указать. Тому, кто был. И вот когда мы для людей, которые имеют уже определенный опыт, мы уже указываем на этот опыт, то какими бы мы словами ни говорили, хотя они все будут неказистыми. — Словоизречённые и сложные. — Да, но не будут они передавать, да? Но всё равно для этих людей мы вроде вот этим кривым неказистым языком мы это обозначим. Если мы захотим обозначить это, передать это человеку, у которого опыта вне наших означающих, вне нашей неказистой попытки не было, то это всё равно не получится. И вот в этом и есть эта формула. Искать можно, найти нельзя. Вот как мы с тобой, ты весь с Востока, я весь с Запада, да? — Да, вот и в Запад. — Вот сейчас про Запад. И я тогда скажу такое слово, как апофатика. Что такое апофатика? Это когда западный мистик говорит. Я об этом никак не могу сказать. Вот что-то, вот какой-то там музыки без звука, там ощущения без ощущений, да? Вот я могу это передать предельным парадоксом или как Гегель, да? Что, так сказать, об этом можно узнать только в философском состоянии ума, да? Всё, что мы можем сказать, да? То, что мы не можем об этом сказать. Но для человека, который пытается и не может об этом сказать, этот опыт, он настолько очевиден, да, если он его переживал. Он настолько несравним, там, и настолько он ярок, да? Вот, поэтому тут можно говорить отдельно, да, об опыте этого, да, о переживании, о месте этого в нашей душе и в нашей жизни. И о попытке, которая изначально обречена на неудачу, о попытке это как-то обозначить. Вот, и не смешивать, наверное, так. Герман, а почему прозвучала такая формула, что мы не можем выйти за пределы системы? Ведь, в принципе, трансперсональная психология и методы её, даже вот самонаблюдение, неотождествление, диссоциация, это же есть уже выход за пределы системы, так сказать, погружение вглубь. Молитва, трансовая, так сказать, вознесение некоторое, значит, это выход за пределы системы, взгляд на неё сверху. А, это всё происходит в одной системе, в системе сознания. Всё происходит, всё разворачивается в сознании. Мы только меняем состояние сознания. Оно всё разворачивается в одной индивидуальной психической реальности. А мы же, ну, мир вне сознания, это что такое? Вот мне бы хотелось, чтобы мне кто-то показал мир вне сознания. Нет мира вне сознания, то есть мир отражается в моей психической реальности, там у каждого. Я помню, у Володи, когда-то я слушал лекцию его по видео, и, значит, такая вот парадоксальная мысль, что наше тело существует только в нашем сознании. Да? Как бы, да, вот. Ну, а почему, ну ведь уровень-то сознания, мы можем по-другому глядеть на этого тела. Да, но опять же, это же одно сознание. Уровень сознания, это же за пределы системы. А о чём речь идёт? О сознании другого? Мы не можем выйти за пределы собственного сознания. Всё разворачивается только в одном... Если мы его расширяем... Мы всего лишь расширяем. Опять же, это будет переживание. Это тоже... А когда мы сливаемся с другим человеком и достигаем уровня, читаем мысли, например, спонтанно, это тогда... Но это же всё равно в моём же сознании происходит. Ну, в таком случае, значит, какой-то частью мы выходим, а какой-то частью остаёмся. А куда мы выходим, тогда вопрос? Выходим в те пространственные, так сказать, сферы сознания, которые ранее нам были недоступны, мы их осваиваем. И там мы соединяемся с другими людьми в большей степени. Здесь-то мы сужены сами в себя, капсуализированы. А там, в тонких измерениях, более высоких, мы, так сказать, всё более и более едины с другими людьми. Но по-другому едины. Там есть и неслиянность, и не раздельность. Но, тем не менее, неслиянность имеет место. Значит, смотри, когда ты говоришь про другого человека, ты говоришь всего лишь про его отражение в твоей психической реальности. И все взаимодействия с этим человеком происходят всего лишь на уровне того, как взаимодействует твоё представление о нём с тем, что ты считаешь наблюдателем. Да, если оно совпало с его мнением и как бы ему помогло это прочитало. Ну, корреляции, возможно. Ну, так это же и есть. Вот можно назвать это корреляциями, а можно назвать это каким-то уже выходом всё-таки. Это вопрос про поликоллективного бессознательного. Нормально. Здесь хорошая идея о том, что одной общей реальности нет, есть совокупность пересекающихся индивидуальных реальностей. И там, где они пересекаются, что образуют вот эти пересечения? А всё равно речь идёт о том, что мы переживаем некий процесс, любой процесс, но мы переживаем его сами внутри своей собственной психической реальности. Ген, можно сама? Да, это Кира. Ой, Гера. Вот Гена. Ну, вы меня прости. Я просто хочу немножко уйти назад. Давайте. Просто в своё время, вот ты сейчас говоришь, вот тут и тут и. У меня в своё время, в 96-м году, был совершенно невероятный опыт. Я до сих пор с ним разбираюсь. Опыт заключался в том, что я должна была исполнять как раз танец Шивы. И так получилось, что перед этим меня три часа гримировали, когда я открыла глаза. Я хоть была на себя похожа. То есть я видела женщину, но не похожую на себя. Но мне сказали, что это я. Ладно. Танцевала. Танцевала. А потом мне дали полчаса, сказали, быстро идите наверх, у вас там закрываете глаза. Я открываю глаза, значит, я пытаюсь найти, где я. То есть я всех вижу, а я себя не вижу. Я, значит, там заглядываю, мне не приходит в голову, что вообще-то, ну, меня так загримировали, что я… себя не узнала это не то слово не только я себя не ощутила а потом когда я встала на пол ну смысле я сидела не встала я пришла в тихий ужас потому что я не могла понять мое тело не только я мое тело не могло понять где вверх денис где правая сторона где левая сторона где вообще небо а где земля но самое ужасное я не могла понять кто я мужчина или женщина и в это время зашел мой учитель он был слава богу небольшого роста так с этим и глаза в глаза и он говорит ну типа там ну как а я ему говорю что я вообще не понимаю кто я там а у меня так говорит you are not mine и так меня и причем он маленький а тут у меня было такое ощущение как будто в меня вдержает и пока я значит я это слышала смотрю вообще никого нет и потом я буквы слава богу пока там я спускалась мне помогла очень моя легическая практика на концентрацию него не надо было сойти ну со второго этажа на 1 я ставила линию центрирования потом я сама соединяла свое физическое тело с этой линии центрирования и так вот знаете вот так спускалась я к чему об этом говорю вот то о чем ты говоришь в тот момент я совершенно не могла понять и я до сих пор не могу понять но я я понимаю что мое сознание вышло за пределы даже того расширенного сознания опыт которых у меня был и тогда возникает вопрос насколько я не искала это произошло в общем-то достаточно спонтанно но это не шивон вообще сам по себе очень такой космический и вот вот эти моменты когда мы начинаем вот смотреть где я где этом а я везде мало того совсем недавно мой четырехлетний внук он мне заявил что я должен быть свободен но он в садик не хотел заболел там и говорит что я вообще не болею я хорошо что я горит очень рад потому что я не когда я не хожу в садик я могу заниматься своим делом когда ребенок и когда любой человек занимается своим делом в каком-то одном из своих субличностей которые его совершенно удовлетворяет во всем когда он извините за выражение совокупляется с вас со своим этим я то тогда получается что вот он находит вот то ощущение счастья и единение на этом уровне и с тем пространством и с этим пространством и поэтому здесь скорее наверное надо задавать если так вот рассматривать и все это дело препарировать здесь скорее надо задавать себе вопрос насколько мы способны в нужный для нас момент обратить внимание на то где наше физическое тело где наше ментальное астральное супер ментально и так далее потому что на самом деле мы никогда в одну единицу времени не рассматриваем себя целостно одновременно и целостно и дифференцированно понимаешь потому что вот ну в определенный момент вот я с тобой разговариваю я разговариваю почти как женщина с мужчина хотя мы с тобой коллеги когда я но с другой стороны ты не перебью ты разговариваешь не со мной а с моим отражением но я да да совершенно верно но ты же не будешь разговаривать думать о том что я разговариваю с ириной куриц но не с ириной куриц а о том как она отражается в моей психической реальности и как я отражаю тебя своей психической реальности и как это все отражает тему запорочу это же может это же можно вообще свихнуться вот отсюда возникает вопрос когда мы задаем себе такой вопрос а главное для чего вот собственно и вот когда мы задаем этот вопрос для чего тогда уже можно для того чтобы наверное интегрировать восточный взгляд на этот вопрос с западным потому что западная позиция все-таки имеет не только кортезианские корни субъектно-объектные отношения в этом отношении восток значительно вот да и собственно мы с геной очень часто эту тему говорим он чисто так вот как он сам недавно сказал постулат того что тело является частью сознания очень легко проверяется элементарно но идешь в стену вот если есть если стена окажется тверже чем тело то она через него не проходит на сознание хорошая по стола а главное тебя сразу возвратил отличать на такой момент по уровню восприятия реальности относительно абсолютно относительном я в нынешнем состоянии упрусь в стену скорее всего забегу что касается абсолютного уровня а где все это только моем сознании и то и другое существо раздавали разбил голову в своем сознании так что нужно это так еще раз мы здесь выходим за пределы линейной логики вот восток и запад и такое жестких противоставления это тоже будет часть линейной логики она снимается тем что мы в россии это тоже и во счет и запад да в неком евразийском поле оно может быть в каком-то смысле более богатое поэтому с одной стороны нас нет с другой стороны мы есть с одной стороны это в нашем отражении так сказать сознание с другой стороны мы натыкаемся в Бог и так далее вот я думаю что вот можно как-то попробовать совместить и в жизни есть совмещение только пробовать а просто совмещать и все это совмещает как не по-другому чем мы и заняты поэтому мы и вместе все такие разные но все-таки мы вместе мне хочется еще такой пример привести целостность холистичность с точки зрения шаманского мира с одной стороны как бы человек воспринимает себя как часть мира или как выделенную эту часть как раз он воспринимает себя таким образом но при этом он совершенно четко знает что где-то в дереве сидит дух этого дерева на горе сидит дух горы который не является его частью и никак не напрямую с ними взаимодействует но этот внешний мир с которым он себя не отождествляет и не интегрирует тем не менее является очень важным таким моментом для шамана то есть он это воспринимает как некий знак связанность с его внутренним состоянием который подсказывает как быть в той или иной ситуации что делать куда двигаться как поступать и в этот момент и происходит эта интеграция того что вовне и то что внутри и при этом он не разделяет опять же себя от того что какой-то дух ему чего-то там подсказал он это воспринимает как внешнее воздействие он поступает в соответствии с этим ну скажем так знаком вот и не возникает этого вопроса разделенности реальности реальности внутренней или внешней с одной стороны я отделен а с другой стороны я часть этого внешний мир на меня влияет и я живу согласие с тем что извне приходит ко мне вот слушая тебя я вспоминаю фразу дай бог памяти это сказал тибетский югин миларепа что всех демонов мы порождаем сами то есть с одной стороны мы можем считать что духи всякие сущности существуют сами по себе с другой стороны мы же сами в своем же сознании их создаем и здесь его можно сделать наверное такую аналогию провести например как в тантрическом буддизме делается практика божества то есть человек визуализирует божество со всем антуражем но где визуализирует в своем же сознании а потом во время практики объединяется с качествами этого божества становится им же и здесь собственно вот можно даже вспомнить еще такую идею сейчас я сказал пару слов про тантрический буддизм но за тантрой есть цахчан и кто такой тантрик тот кто так и не поверил что в естественном состоянии в природе ума завершается завершается все и поэтому тантрик будет делать практику божеств визуализировать и объединяться с этим мне кажется ты недооцениваешь одну вещь вот все о чем ты говоришь мне кажется что когда мы говорим о я ищем себя мы недооцениваем роли физического тела на более высоком ментальном плане и даже супер ментальном почему вот те же самые практики о которых ты говоришь но если брать тантрический танец или вообще тантрическое движение которое связано с энергетикой которая связана с тем что когда движение энергетически правильное то человек на самом деле с одной стороны перестает ощущать отдельно свое физическое тело и для него существует энергетическое тело а вот эти рамки физические они просто являются ну скажем средством визуализации для кого-то и на пора для практики опора для ума но но когда ты делаешь практику не ментально а ты делаешь эти движения осознанно еще плюс красивые так далее и недаром говорят что классический индийский танец сакральный танец да он обязательно должен быть посвящен излюбленному божеству танец артии и вот когда ты входишь в это состояние посвящение излюбленному божеству ты в этот момент сам становишься этим божеством вот и тогда твое восприятие своего как бы мое же восприятие меня самой оно абсолютно меняется мало того это дает возможность в дальнейшем абстрагироваться от своего физического тела и выйти на контакт вот с высшим я и и тогда ты начинаешь понимать что вот в этом то и есть самое главное в этом и есть все счастье жизни хорошо есть еще один вопрос вот из практики консультирования когда мы работаем с клиентом качестве психолога европейская концепция пока не буду тут на тот или иной полюс это переносить есть психолог есть клиент с которым он работает ну раз терминология такую назвал конечно больше запах когда мы с ним взаимодействуем мы наблюдаем за его системы со стороны мы наблюдаем за нашим восприятием в нашей реальности то то того что с ним происходит он наблюдает нас и в такой же так сказать пропорции по отношению к нам находится каким образом в результате этого вот наблюдение в два зеркала клиент скажем так совершает некие изменения в себе почему у него происходит почему у него происходит какая-то динамика скажем позитивно или он находит свой ресурс или он я не знаю менять представление о том что раньше его беспокоило на более адекватные представления как это если мы не не за я не знаю вот хочу спросить у нас есть игорь бирхин интегратор востока и запада который пока слушает и молчит мне пока слова не давали я вообще берет тут берут так не нужно я вообще нет я просто здесь оказался случайно может быть кто-то даже слышал как за минуту до начала этого круглого стола которого мы здесь не наблюдаем я спрашиваю воде а какая собственно говоря тема вот поэтому мне не было никакого желания о чем то здесь рассказать высказать я просто наблюдал что происходит естественно как здесь все знают прекрасно наблюдал то что происходит во мне потому что больше ничего другого мне недоступно и я наблюдал как я слушаю и соответственно те слова которые говорят мои уважаемые собеседники вызывают во мне какой-то отклик у меня возникает какая-то реакция возможно реакция заторможенная потому что у меня был вчера длинный перелет поэтому может быть поэтому я сразу и не высказывался ну по крайней мере я успевал это все заметить я наблюдаю как эти слова вызывают во мне разные реакции разной силы в зависимости от того насколько это все для меня эмоционально значимо и хотя очень много говорила всего интересного по поводу поисков я по поводу тантры дзевчен западная философия апофатики и так далее так далее то есть 20 лет назад например я бы мгновенно на это все начал реагировать и рассказывать все что я знаю по этому поводу но вот мне было интересно что в ходе данной дискуссии меня больше все зацепили слова иры а ее внуки который не хотел ходить в детский сад потому что я сам ходить в детский сад страшно ненавидел еще недавно у меня попросил кусочек концепции замечательно бабушка дай мне кусочек у тебя есть концепция я так говорю смотря я даже не врубилась сразу какая ему нужна концепция и он меня так обнял вот так просто и говорит бабушка я тебя очень прошу дай мне пожалуйста кусочек концепции я говорю зачем тебе наверное для поиска своего я он говорит пусть будет просто по маленькой паузами для свой процесс как и лаверды тебе вспоминаю такое высказывание приходит ну точнее байку приходит ученик к мастеру быть мастер я не могу успокоить свой ум на что мастер говорит ты мне его принеси я его успокоить и что еще я ощущаю я пришел без особых идей по поводу того что здесь будет я замечаю как эти идеи сейчас у меня должны возникать то есть если речь идет о ролях и масках то я оказываюсь в роли участника круглого стола который должен об этом что-то говорить вот и сейчас что-то об этом говорю что то что всплывает в моем уме как реакция на общую ситуацию на слова на чужие слова на какие-то мои мысли и воспоминания и так далее и я вижу что в этом всем нет ровным счетом никакого я потому что это просто отражение соотносится с тем что происходит просто взаимозависимость тем что происходит примерно как у марионетки марионетка реагирует на внешнее воздействие я не знаю что думает марионеткой думает ли она вообще но можно обнаружить что мы реагируем причем эта реакция может быть непосредственная реакция на то что сказано вот только что это может быть опосредованная реакция через какие-то всплывающие воспоминания то есть реакция на события из прошлого которая осуществилась только сейчас и об этом конечно очень много можно говорить и заговорить это и поэтому я предложил бы попробовать сделать небольшое упражнение всем присутствующим и естественно я прекрасно понимаю что многие из вас сами ведут семинары и на всякие дешевые трюки по вовлечению аудитории вестись не будут но он на каждое противодействие всегда есть еще какой-то трюк обычно я на своих семинарах прошу людей делать простое действие например поднимать и опускать руку и иногда есть люди которые отказываются это делать но если вы отказываетесь поднимать и опускать руку и все равно что-то делаете например вы языком трогаете свои зубы или вы пожимаете плечами или вы поворачиваете головой вы что-то все равно делаете совершенно неважно чтобы вы не делали сейчас в данный момент вот одновременно лучше если это будет простое действие одновременно с выполнением этого простого действия попробуйте обнаружить кто его делает каким бы это действие не было ну кто не стесняется могут просто поднимать и опускать руку это самое простое моторное действие которое мы осознанно можем совершить поднимать и опускать руку но не для того чтобы поднимать и опускать руку чтобы чем-то себя занять и в этот момент попытаться понять кто это действие осуществляет кто дает команду помимо меня тот кто соглашается с командой и обнаружить и попробовать обнаружить это в действии я что при происходит на при этом у нас в уме возникают ответы на вопрос кто это делает нас возникает ответ я у нас возникает ответ сущность у нас возникает ответ вот этот вот негодяй который нас во все это вовлекая и так далее так далее возникают самые разные ответы а так вот ни один из этих ответов не является настоящим Это просто то, что происходит в уме как реакция на нынешнюю ситуацию в сочетании с нашим прошлым опытом, ну как минимум в сочетании со словами, которые мы знаем. Потому что я практически уверен, что ни у одного из вас, ну включая меня, ответ не был сформулирован в виде слова, которое бы вы никогда раньше не знали. Если кто-то, у кого-то произошло это, если кто-то сформулировал это словом, которое вы никогда раньше не знали, я с удовольствием с вами потом пообщаюсь для выяснения подробностей. Но суть в том, что те слова, мы ищем что-то новое, но ответы у нас возникают исключительно старые. Мы пытаемся что-то обнаружить. И в нашем уме что-то происходит, что мы принимаем за ответ. И дальше мы радостно идем с этим ответом по жизни, начинаем делиться с окружающими. Сначала сказали себе, потом ответили окружающим. И что мы можем тогда сделать? Мы можем поинтересоваться, а кто дал этот ответ? Найти того, кто дал ответ. Да, попробовать, обнаружить того, кто дал ответ. И обычно, когда мы что-то ищем, мы ищем до тех пор, пока мы что-то не найдем. И только тогда мы оказываемся удовлетворены. Например, если мы ревнуем, и мы не уверены в верности своей партнерши, своего партнера, и мы пытаемся провести расследование, мы ищем до тех пор, пока мы не обнаружим доказательства неверности. И только тогда мы оказываемся удовлетворены. Пока мы их не нашли, мы не удовлетворены. Обычно ищущий находит. Безусловно. Безусловно. И поэтому находится удовлетворение. Я так и знал. Но в данном случае... Даже если этого нет. ...не имеет никакого значения. ...мозгодушный... ...мозгодушный... ...вот я задел сейчас то, что эмоционально значимо для очень многих. И в данном случае мы можем говорить об альтернативной и когнитивной стратегии для того, чтобы ничего не найти и быть удовлетворенным тем, что мы ничего не нашли. С мужчинами это редко бывает. Если они ищут или захотят... Собственно, это то уже, что если как можно найти, то нельзя. Я еще не на том уровне, чтобы вообще сдаться по вопросам. То есть в этой жизни мы живем. Может, мы пришли сюда один раз. Или как вот ринканация, то есть душа приходит в этот мир много раз. Или вот если это образ океана, в котором все это... Вот один океан, но есть отдельные волны. То есть хотя бы взять временной отрезок хотя бы этой жизни. И вот это тело и все, что является телоотражением психического на физическом уровне. То есть все-таки это какая-то отдельная сущность. Или это та сущность, которую этот мир создает для себя. Но это все равно что-то есть. И вот все равно тогда может быть вопрос, что же это такое я? Все-таки отличное от этого ничто океана, которое каким-то образом на какой-то там секунду вечности выделяется из этого океана. Для чего она выделяется из этого океана? Вот это и есть ответ на вопрос. Для чего она выделяется? С какой целью? Вот на эту жизнь? Или вот этот дух на эти миллионы жизней, он выделился? Для чего? Кто-нибудь даст ответ? Ну, тут, по-моему, вопрос так интересно задан, да? Что в этом вопросе... Ну, сейчас, одну секунду. В этом вопросе виден такой вот наш... Вот тоже здесь было сказано то ли восточное, то ли западное, да? Мы всегда, это наша привычка, мы мыслим в так называемом бинарном архетипе, да? То есть, вот есть мир, есть я, есть одно, есть другое, да? Вот. И когда я говорю о Западе, я говорю о пути преодоления этого бинарного мышления. То есть, мы первым делом, мы принимаем, да? Мы знаем, что мы вот так вот мыслим бинарно, да? Здесь это, здесь то, да? И мы обязательно должны сделать следующий шаг не по противопоставлению, а по сопоставлению, по интеграции, да? Есть то, что мы считаем одним, есть то, что мы считаем другим. Как сделать так, чтобы это было единым целым? Потому что если это будет, знаете, есть слово части, там корень части, да? То есть, если мы являемся частью этого чего-то, да, то уже нету этой бинарности, или вернее, она присутствует на неком условном уровне, да? Мы уже уходим за ее пределы. И то ли мы при этом, вот я вспоминаю, что говорил Стюарт Савадский, один из президентов Американской трансперсональной ассоциации, да? Он говорил, клиенту совершенно наплебать, что ты делаешь. Ему важен, да, вот, ты работаешь с запада, с востока, этими методами и другими. Важно удовлетворение запроса. Да, ему, а иногда запрос может быть удовлетворен, не идя прямую, напрямую, да, как ты говорил, вот отражение, не отражение, да? Ты, в тебе есть определенные, ну вот как, у тебя это формула родится, да? У тебя есть определенная целостность. Ты видишь это из глубины. Ты видишь из глубины, что происходит, да? Ты открываешь эту глубину, и таким образом приходит ответ на вопрос, не напрямую, а приходит при помощи понимания всей той территории, да? И поэтому вот этот вопрос, да, если он задан, да, то он задан вот именно в этом вот бинарном раздвоении, и вопрос не о том, а как вот, что в этом, да? А вопрос о том, чтобы шагнуть, попытаться, да, попытаться, и чтобы эта попытка была успешной, шагнуть за это раздвоение, и увидеть, что то, о чем ты говоришь, как о неком раздельном, что это все на самом деле едино, целое. Ну вот это было, то есть у меня были такие моменты, четыре раза просветление было, когда... Здесь я разбросала курить. Ощущение, которого нету. Так вот вопрос... Так вот именно вопрос в том, что потом уже я воглашаю. Эпа-па-па-па-па. Вопрос в интеграции и... И у меня был один момент вот этого просветления, когда я очень люблю выбраться на психологию, я проживала это, и это, и это, и на этом у меня были просветления в боков. Пока в один момент у меня не дошло, я себя не проживала ни разу. И я туда пошла, и это было самое прекрасное, что вообще у меня в жизни было. И я поняла, что есть какая-то уникальность на таком глубинном уровне, где практически нет границ между ничто и ной. Но вот на этом уровне все-таки есть вот эта вот... Я, которая вдруг проснулась. И вот у меня вот эта у наслезает. Вот смотри, можно на ты, да? Вот я уже как спиент с тобой, да? Значит, у тебя главный вопрос не в том, где... Да, это была ты. И там, где уже этого не было, там тоже ты. И там, где еще что-то, это тоже ты. Вопрос самый главный. Тот, который я уже озвучил, это вопрос интеграции всех этих я в одно вот... В одно целое. В котором они будут все, ну, как измерение, да? Вот как есть одно измерение пространства, другое и третье. Мы можем идти по одному, можем идти по другому, можем идти по третьему, но они присутствуют одномоментно. Мы не будем говорить, что наше пространство одномерное или двухмерное, оно трехмерное. И вот это ощущение себя, жития внутри себя, вот в этом многомерном пространстве самого себя, которое единое целое, да? Вот в чем твой вопрос, и этот вопрос надо решать. Я сейчас его не решу, и никто из присутствующих его сейчас не решит. поэтому это путь это это начало вот твой вопрос это начало наш вопрошение понимание интеграции это начало пути сторону интеграции я хочу сказать значит вот одна из проблем человека это действительно разотождествление вот этих частей разделенность и поиски где я где кто-то где моя часть день и моя какая часть правильная какая неправильная и я у кого-то прозвучало там имя дездемона вот у меня родилась такая фраза я хочу сказать примерно так она должна звучать когда разотождествление происходит дездемона должна умереть то есть другого варианта нет то есть есть кто-то внешне кто-то виновный кто-то кто этому способствует есть я как действующий начал да я дездемона в конце концов душу а если это раз отождествление проходит наступает некая интеграция или объединение частей восприятия целостность тогда дездемона будет жить и при работе с клиентами при работе с самим собой при саморефлексиях и так далее вот постоянно с этим вопросом сталкиваешь только то ли убить то ли дать ей возможность жить своей внутренней этой дездемонией вот такой образ ну вот интересный вопрос зачем так сказать отдельный пузырек проявился из океана действительно почему он не жил в растворенном таком виде такие мысли тоже приходят но наверное он отделился от океана чтобы в этом новом отделенном состоянии накопить нечто такой вот опыт которого не было там потому что вот если океан высшее я это высшее совершенство чего она не имеет кроме так сказать чего не хватает высшего я мы не хватает но есть все абсолютно чего нет у нас но у него нет земного сознания и нашего опыта индивидуального творческого опыта восстановления с этим единым который мы осуществляем в этом проекте и мы жизненным и мы как бы накапливаем такой абсолютно уникальный опыт и привносим свое творчество в этот океан и преодолеваем индивидуальные человеческие формы потому что вот мне нравится очень афоризм нитша человек есть то что нужно преодолеть что неправильно интерпретировали там ну вот что фашизм там допустим освобождение человеческого нитша то о другом говорил он говорил о сфер гуманизме а выходе более высокое качество так сказать это во первых во вторых человек может действительно иногда с материал калин так сказать упорством искать что-то не то или не там здесь вот заговорили про ревность например но я поделюсь небольшим социологическим наблюдением из своей практики достаточно большой вот но я проконсультировал более 6000 клиентов за жизнь и у меня есть много роликов 450 роликов на ютубе самый популярный ролик является как распознать измены пять раз больше чем все остальное просто и он увеличивается я уже тогда я понял что это некая патология такая обратную там в общем методику чтобы снять тревожность то есть люди люди очень сильно вот зациклены на чем то то есть они важно с одной стороны разотождествиться сложной ролью сложным исканием но с другой стороны если вот просто будем разотождествляться на трансперсональном уровне но не выработаем какую-то стратегию поведения то мы можем оказаться сейчас мир ябби да а трансперсональный уровень психология это хиппи да нужно устреберить сознание так сказать да я может быть бульгарно несколько говорю вы согласны за мной понимаете о чем я говорю да нужно объединить как-то вот эти вещи чтобы так сказать япи добавить немного хиппи а хиппи немножко так сказать от япи тоже что-то получилось то есть нужно правильное отождествление такое найти вот ну и по поводу слов тоже здесь вот вот это просто такие зарисовки значит здесь про значит апофатику прозвучала катафатику я недавно в присутствии значит одного бизнесмена значит говорил с одним так вот получилось так сказать богослов как раз проката фатико апофатики потом бизнесмен отошел значит звонит по телефону он говорит ягурт какие-то тут безумные речи говорит услышал пересказывает Про какой-то апофигей, про татахалку. Вы представляете, как переворачиваясь в сознание, Герман говорил, что в чем отражается. Отражается вот так вот. Поэтому усложнять не нужно. Вот принцип Акама, вот это усложнение сущности, запутывание в словах, надо идти по пути точного упрощения. И на этом мы обретем то, что Константин Леотин называл «цветущая сложность», то есть истинную гармонию богатства. Окей, ну что ж, у нас времени мало. Давайте тогда некоторое резюме подведем. То есть подзанаве с круглого стола кто что скажет. То есть вот собственная позиция. С кого начнем? Кто готов? Вот тут такое красивое соединение с фиолетовым. Нет, серьезно. Когда вы говорили насчет руки, я подумала, что мне не хочется поднимать руку, но зато я радуюсь. Тут еще вот так вот соединено. И я подумала, что вот на данный период времени, в данный момент, в данную минуту, мое «я» как единение мужского и женского в определенных пропорциях, оно просто находится в состоянии гармонии при созерцании вот этого единения цветов. И вот мне кажется, вот этот момент единения гармонии при созерцании внутри и снаружи, вот это и есть мое «я». Когда я испытываю гармонию. А вот смотрите, я по поводу цветов опять-таки гармония. Оранжевое и фиолетовое. Оранжевое ассоциируется с словом «революция». У нас фиолетовое со словом «духовность». Духовная революция. Я только надеюсь, что вы меня не водрузите на флагшток. Революция снизу, а духовность сверху. Все, 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 все. Революция в процессе. Это точно. Революция стала чуть ли украиней, да, раньше? Ну, была еще была, но там с лего. Окей. Ну, очень интересно, да, что вот ты как бы задал вообще вот тон или как бы запустил эту дискуссию, вот. И когда вот она уже сейчас завершается, вдруг я соображаю, что то, что ты говорил, было, знаешь, как в опере бывает прелюдия, в которой исполняются все темы оперы. И получается, что вот то, что ты говорил, то у нас и получилось, да, искать можно, найти нельзя. Ну, я согласна. То есть мы, мы как бы вот все время находились в процессе поиска, и дальше я понимаю, что и в дальнейшем нам предстоит этот процесс поиска, но и теперь я вот скажу так, да, парадоксально, что и не только поиска, но и нахождение, наверное, того, чего найти нельзя. И вот если нам удается найти то, что найти нельзя, вот тогда уже... Принести то, не знаю, что... Да, это вот тогда начинается настоящий миф и настоящее чудо. Хорошо сказано. Собственно говоря, вот именно этого мы от себя и ждем, да. И ждем дали чудеса. Конечно. И это самое главное, трансценденция, Хайдегер, трансценденция это главное событие в человеческом, человеческого бытия, да. Мы живем вот этим чудом, да, и дай Бог, когда оно у нас получится. Вопрос только в том, какой процент людей живет в ожидании этого чуда. Я думаю, что сто процентов живут в ожидании, но не у всех получается. В России в огромной степени сознание мифологическое, связанное с ожиданием чуда, даже какие-то сложные западные, такие очень рациональные методики, ну вот даже представим себе науки, как оно в 90-е годы входило. Что, вот оно входило как сложная система, там, репрезентативных модальностей, там. Нет, чудо, бабуа быстро срубить чудесным образом, чтобы как в Америке жизнь была. Вот примерно так же оно входило в наше сознание. Вот поэтому у нас все только через чудо. И это твое резюме. Да. Олег. Я для себя из этого разговора вынес такую вот мысль, что выделение этого пузырька из этого океана, или отделение себя как части чего-то, или отделение себя от чего-то целого, опыт каждого из нас, который достаточно полезен и имеет смысл. Ведь не случайно мы себя отделяем от чего-то целого и считаем себя какими-то вот некими особенными человеками. Особо отделенными. Особо отделенными, да. И дальше опыт себя включенного, то есть опыт интегрирования себя в целое. И тот и другой опыт, он очень важен, и его надо прожить обязательно. И только проживая его, нужно как-то вот понять для себя лично тот ответ на вопрос, который ты задал, и его очень сложно сформулировать в конце концов. Спасибо. Скажи что-нибудь под занавес. Я могу сказать только то, что вспомнил. А вспомнил я когда-то, много лет назад, я сидел в библиотеке воинской части, в которой служил, читал журнал «Вопросы философии». И в этом журнале была статья о каком-то конгрессе, который проходил в Америке, конгресс, посвященный уму. И конгресс вел Алан Водс. И под занавес этого конгресса Алан Водс задал аудитории вопрос, что мы должны сделать для того, чтобы понять ум. На что присутствующий там тибетский учитель Тартан Тулку ответил «Ничего». Где начали, там и закончили. Ну что, спасибо всем. Надеюсь, беседа была интересная и полезная. Спасибо. Спасибо. До встречи после обеда. Спасибо. 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 Спасибо.